Девушки отдыхают 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 что церковь заменяет родину для многих. В церкви русские люди собираются. По воскресеньям у нас сестричество устраивает обеды. Порой вдали от родины люди начинают понимать всю красоту и неповторимое величие России. Вот удивительно, что у каждого человека есть отчество. А отчество только у нашего народа. Но у других народов не знаю, у кого еще отчество. И это очень обязывает. Отчество нам говорит о Царе Небесном, о нашем Отце Небесном. Указывает нам на наш род, родовые корни, а еще на наше любимое Отечество. Жмемся, как воробушки на ветке друг к другу, и любовь к Родине нас всех объединила и спасает. После крестного хода с иконой знамени и с коренной пустыни в Курск паломники поклонились могиле схемитрополита Ювеналия, посетили Сергиево-Казанский собор, Свято-Троицкий женский монастырь. В последнем хранится несколько чудотворных святынь. Икона Божьей Матери Троиручица. История чтимого образа удивительна. До 1934 года он находился в Ахтырском храме. Когда церковь закрыли, богоборцы сорвали со стен иконы и увезли в неизвестном направлении. Но это так и не смогли снять. Позже Богородица попала в руки верующей курянки Елизаветы Зикеевой. 60 лет ее семья хранила дивный лик. И только в 1994 году передала его в женский монастырь. У этого старинного образа совершается много чудесных исцелений и прошений. Марк Сэмуэл единственный в группе «Кто не говорит по-русски». Он коренной канадец. Недавно принял православие и попросился в паломнический тур по России. Я всегда интересовался Россией. Моя англиканская церковь стала очень либеральной. Пошла не по тому пути. Я решил искать истинную веру и нашел в православной церкви в Канаде. Меня поразил крестный ход. Столько искренности, благочестия, святости. Это тронуло мое сердце. На Западе такого не увидишь. В Торонто в свято-троицкий приход, который в 60-х годах построили русские, ходят и греки, и сербы. Они говорят, если хотите хорошо помолиться, идите в эту церковь. У нас, наверное, та истинная вера в лампадки вечной у нас в храме. Вот она так истинно нам всем дана, что мы ее не можем не беречь. И передаем это наследие нашим детям. Ольга Федоровна Печникова с 1945 года живет в Торонто. 60 лет служит в храме псаломщицей. Она была свидетельницей образования в Канаде русского общества и строительства нашими эмигрантами сначала одной, потом другой церкви. Во время Великой Отечественной войны Ольга Федоровна оказалась в числе угнанных на принудительные работы в Германию. После победы вместе с родителями переехала в Канаду. Там она познакомилась с младшей сестрой, царя-мученика Николая II Ольгой Александровной Романовой. Спасаясь от преследований советских властей, княгиня эмигрировала сначала в Данию, затем в Канаду. В своих мемуарах она писала, что еще надеется вернуться в Россию, но ее мечта так и не сбылась. Женщина занималась живописью, в том числе и иконописью. Воспитала двоих сыновей Тихона и Гурия. Жила очень скромно. Однажды в Канаду приехала британская королева и устроила бал, куда пригласили и княгиню Ольгу. Надо было представить мне княгиню Ольгу. А так как у нее ничего не было одеть, начали собирать у каждой, приносил, чтобы украсить ее. Тот платочек, тот платье, тот юбку, там туфли. Надо было одеть, приукрасить ее, чтобы она хотя бы немножко на княгиню была похожа. Тогда королева была потрясена скромностью и благородством сестры Николая II. Перед смертью в 1960 году великую княгиню причастил сам епископ Сан-Франциский Иоанн Шанхайский, святой 20-го столетия. В 90-х ушли из жизни два сына княгини. Все они покоятся на русском кладбище Норд-Йорк в Канаде. Наши эмигранты ухаживают за могилами, передавая из уст в уста удивительную и тяжелую историю Ольги Александровны. Сегодня в Торонто живет ее внучка, тоже Ольга. Она успешная бизнес-леди. Женщина с удовольствием общается с русскими в Канаде и всячески помогает эмигрантам устроиться на новом месте. В следующем году Ольга обещала приехать в Курск вместе с паломнической группой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова